крупнейший в китае музей кино и дождь а вход-вход посмотрите какой звезда я не могу передать вам эти масштабы извините просто гигантский гигантский комплекс здесь также есть аймаксовский кинотеатр с каким-то супер 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 крутым экраном мы приехали в этот музей в рамках пекинского кинофестиваля аймакс своему стыду ни разу не был в кинотеатре аймакс фильмы 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 джеки чана не вижу о герой вот этот фильм я смотрел лена досмотреть не смогла я осилил а мы были на киностудии которая снимала некоторые из этих фильмов видеоролик есть на канале можете посмотреть чайна фильм корпорейшн групп монтажный стол это вам не премьер и не final cut а это разные форматы пленок видите сколько типов разных вообще использовалась такие маленькие маленькие были но там конечно качество картинки так себе но вот вот уже покруче а это доисторические фильтры вот этот улучшает картинку но смысле как то чистит пленку чтобы она была более сочная а этот царапины это сейчас мы накидываем фильтр на ленту и говорим добавить царапины сделать похожую на старый фильм картинку а раньше вот как раз пытались сделать наоборот убрать все эти царапины и тряску color master это какие-то r2 d2 точнее предки обработка звука я же говорю и много-много-много проекта в 78 80 91 вот это вот посвежее 91 года 97 сейчас до цифры доберемся 98 это уже двухтысячный вот пожалуйста современное оборудование ну почти современное подождите сейчас 21 год старье уже двадцатилетней давности очень много красного потому что в 2021 году исполняется 100 лет коммунистической партии китая и сейчас многие выставки именно к этому приурочены 1949 а это год образования кнр это самый наверное большой экран который я только видел говорят 360 градусный но все-таки нет нет вот там вот видите промежуток где изображения нет триста сорока градусный собран из стандартных светодиодных панелей то есть в принципе если есть деньги в любом городе мира можно такой экранчик собрать и удивлять всех я был на производстве таких светодиодных панелей можете посмотреть видеоролик история успеха в 1896 году был показан продемонстрирован первый фильм шанхае 1905 году китайцы сняли свой первый фильм а в 1935 году первый фильм китайского производства получил международное признание на московском кинофестивале росписи и поздравления от актеров некоторых я даже знаю вот жерарди пардье пенелопа круз кто здесь еще есть оленде лон мэрил стрип шон коннери арнольд шварценеггер николь кидман клинт из тут ухты джордж лукас даже тут расписался и мартин скорсеза это пожелание от знаменитостей в честь открытия этого музея в котором мы сейчас с вами находимся синематограф братьев люмьер кинопроектор без звука там увидим дергающуюся картинку и звуковое сопровождение но началось все до братьев люмьер потому что раньше был театр теней это тоже считается кино во всяком случае тут рассказывать что вот это прародитель кинематографа но в 1825 году посадили птичку в клетку и поняли что человеческий глаз не идеален и можно демонстрировать картинки нам будет казаться что это непрерывное изображение на самом деле очень дискретная скачущая ложь нет это она задом скачет вот так вперед о похоже да скачет если не ошибаюсь в конце фильма тайны печати дракона показывали такой агрегат так помаленьку от театра теней от птичек в клетке технологии развивались 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 и в итоге тут эдисон еще подсуетился электричество лампочки 1895 году 28 декабря вышел первый фильм прибытие поезда конечно же вы знаете его все видели сейчас прибытие поезда можно посмотреть в 4 кей 60 fps отреставрированный посмотрите я был в шоке насколько красиво сейчас искусственный интеллект может отреставрировать старое-старое трясущееся изображение с помощью нейросетей восстанавливают и даже думаю из театра теней можно сделать цифровой аймакс фильм вот так вот выглядел первый аппарат 1895 года так вот что значит спустить с лестницы вариации рабочего и колхозницы это кстати логотип кинокомпании первые фильмы были о любви потом о войне пошли о трудовых подвигах вот это очень 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 знакомая тема но тогда китай с советским союзом шли прям очень близко и и я уверен что даже есть похожие фильмы о тут уже цвет появился 1956 год о как летают есть китайских актеров знаю только джет али и джеки чана вот так на скидку больше никого не скоро не вспомню здесь джеки чана можно увидеть вот например полицейская история но идет четкое разделение кинематографа континентального китая гонконгского и фильмов совместного производства с иностранцами китайцы обожают короля обезьян про него столько мультиков фильмов сделано он с этим год 61 да но я считаю что король обезьян это отрицательный герой неположительный можете со мной спорить я я не изменю своего мнения как в том и джерри да да кто хороший кто плохой чипаев похоже а это перл харбор больше ничего не узнаю а нет швейк вот да да его тоже знаю спасение реводового райна да нет конечно у него маски нет а тогда братья это просто постера известных фильмов которые демонстрировались в китае руку съемкам этих фильмов они не прикладывали слышите а теперь отходим 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 и вот здесь мы уже ничего не слышим технология направленного звука то есть слышно только вот на этом месте луи де фенес и актер озвучки да а вот брюс ли посвящена целая такая большая стена гонконгское кино боевое искусство джики чана здесь тоже любят хоть и в отдельном павильоне гонконгского боевого кинематографа а и макс 3d джики конкретно вот этот аппарат использовался здесь в 2010 году один из самых современных пленочных проекторов дюнкерк транслировали с 70 миллиметровой пленки но в прошлом году этот аппарат заменили на более современной цифровой мы в аймаксе делаем экран все я побывал в аймакс кинотеатре ура кинофестиваль продолжается а наш тур завершён а а а а